непонятно что происходит с интернетом вот я попытался его снова включить и я уже не знаю как каким образом давайте попытаемся еще раз может быть получится речь шла у меня о жертвоприношениях о том что вот первая фраза которую я прочитал там у меня возникли какие-то вопросы вопросы о том почему обращено ко всему ко всем санам израиля они к священникам и почему слова адам они лишь человек и почему от вас и я говорю о том что видимо слова курбан да видимо уже я не знаю вот собственно есть или нет эфир я отношусь к этому как будто это есть слово курбан на иврите означает немножечко не то что по-русски по-русски это означает некое несчастное существо которое пострадало не из-за своей вины просто пострадало потому что вы не знаю злые люди захотели этого а на иврите курбан алё я забыл конечно одеть эти самые уши и поэтому меня не слышно да значит сегодня видимо какой-то урок такой не получающийся это то это одно то второе то третье я еще раз повторю я хотел поговорить о жертвоприношениях о храме потому что книговая икра которую мы начинаем читать в эту субботу она вся посвящена служению священников храме поэтому вопрос о том что такое храм что такое служение что такое жертвоприношение насколько она актуальна сегодня это вот то о чем мне хотелось с вами поговорить потому что я не знаю можно себе вообразить сегодня допустим жертвоприношения животных они происходят они происходят даже есть в армянской церкви жертвоприношения вот видите кто-то опять подключился да смотрит в армянской церкви жертвоприношения в мусульман есть жертвоприношения дальше вот у есть такая секта которая живет самария самаритяне они тоже приносят жертвоприношения пасхальные у нас есть копород курицу крутим на голову над головой перед емки пур это тоже вид жертвоприношения то есть какие-то жертвоприношения конечно существуют сегодня но вопрос в другом ну мы ждем и мы верим в то что у нас храм третий возникнет будут ли в третьем храме жертвоприношения вот это вот очень важный вопрос или там будет как-то все по-другому то что в определенный момент нашей истории возникает храм возникает необходимость жертвоприношений и в книге вы икра это все записано может быть мы должны это воспринимать как ну некую историческую реальность которая в свое время существовала а потом отпала необходимость да ведь в конце концов храмы были разрушены и первый был разрушен и второй был разрушен и тогда пророк ушея сказал что вместо быков слова уст наших что именно слова они заменяют нам быков и не напрасно ведь например мы в утреннюю молитву читаем то что называется седро карбонот порядок жертвоприношений потому что многие мудрецы в талмуде муссируют этот вопрос и считают что достаточно изучить вопрос достаточно проговорить словами то что раньше делалось в реальности и вот это вот проговоренность словами на самом-то деле заменяет жертвоприношений вот вот в чем интересный вопрос я думаю что если вы встретите или поговорите с прогрессивно продвинутыми людьми даже религиозными они будут утверждать что конечно же никаких конкретных кровавых действий в третьем храме не будет что это будет более символично ну вот знаете как под в христианской религии есть некая традиция когда там плоти кровь вкушают в виде обладки хлебной в виде вина и некий символ то есть есть символ который заменяет реальность может быть и в нашем храме тогда будет некий символ который будет напоминать о жертвоприношениях хотя и в первом и втором храме жертвоприношения были центральным моментом служения в центральном это было самое главное и многие считают что и в третьем храме именно таким образом мы будем служить приносить жертвы приносить жертвы и еще один вопрос очень интересный если всевышнему нужны жертвы почему позволил разрушить храм тоже хороший вопрос дело в том что когда в книге малахим книги царств и когда царь шломо царь шломо построил первый храм по существу да и вот когда он строит первый храм вот я как раз приготовил эту книгу эта книга царств первая малахим алиф один и глава восьмая да и стих у нас начиная с 13 стиха здесь каждого сказано так тогда сказал шломо вот он что он сказал я построил тебе всевышнему дом обитания постоянное место для пребывания твоего вовеки вот слово во веке леолам да то есть навсегда навсегда то есть этот храм должен существовать всегда и тогда значит жертвоприношения тоже должны быть всегда ну на вопросы потом а жертвоприношения должны быть всегда но мы же знаем что у нас уже две тысячи лет нет жертвоприношений и и и и и тогда как тогда получается что царь соломона просто ошибся да то то есть не будет храма навсегда не будет вот у нас уже две тысячи лет первый храм отсутствовал 70 лет через 70 лет его восстановили а второго храма нет уже вот давным-давно семидесятого года первого века и и что и и нет жертвоприношения и тогда как вы знаете вопрос очень непростой вопрос очень непростой и талмуд его обсуждает в нескольких местах в нескольких трактатов талмуда ну я сошлюсь на один трактат он называется менуход трактат менуход да глава страница 110 там написано следующее там следующая история там как раз и обсуждается вопрос о том что шломо когда строил храм он говорил что этот храм навсегда и это зафиксировано и в книге царств первом и в книге дирея мим в хрониках во второй части тоже когда шломо пишет письмо хираму он ему объявляет о том что требуется помощь в стройматериалах для того чтобы нужно построить храм который будет который будет приноситься жертвы вечно вечно и вот талмуд конечно обращает внимание на это слово вечно и мудрецы талмуда видя вы видят в этом некое противоречие потому что как вечно когда он был разрушен значит не вечно и что и как понимать и вот тогда значит обсуждается вот какой момент дело в том что из текста можно выяснить из текста тары из текста пророков что намекается на два храма храм внизу и храм наверху как два на иерусалим и И вот как раз в этом трактате Менухот там сказано, что существует вышний храм, храм в духовном мире, и там существует жертвенник в этом духовном храме. И в этом жертвеннике Михаэль, там он называется Сарагадоль, то есть первый министр, так скажем, самый главный, премьер-министр Сарагадоль, он возлагает на жертвенник жертвы. Сказано там. И начинает обсуждаться, какие жертвы же возлагает вот этот самый премьер-министр Михаэль. Ну и там есть два варианта. Первый вариант – это души праведников. И второй вариант – это огненных барашков. Огненных барашков. Понимаешь, огненных барашков, оно как бы вот поприятнее для нас. Ну вот, души праведников тоже вопрос хороший, есть ли или нет. Потому что есть еще Медраж, Медраж Раба, и там есть такой диалог между Мушей и Всевышним. И Мушей обращается ко Всевышнему и говорит, что я же знаю, что, в общем-то, храм будет в свое время разрушен, и как же тогда быть с жертвоприношениями? И Всевышний ему отвечает, тогда я обращусь к праведникам, и их душами буду искупать свой народ. Их душами искупать свой народ. То есть, получается, что Михаэль возносит на верхний жертвенник души праведников. Вот так. Таким образом, получается, что, когда храм существовал, и внизу приносились в жертву барашки, ягнята и прочее, и прочее, на верхнем жертвеннике возносились, видимо, то же самое, только огненный вариант. Когда же храм внизу отсутствует, то тогда, видимо, Михаэль приносит там жертвы, в жертву приносит души праведников. И, да, получается, что вот именно праведниками искупаются люди, искупают свои грехи душами праведников. Праведники уходят первыми. Печально, обидно, но вот такой вариант. И вы знаете, он на самом деле находит отражение в наших молитвах. Вот те, кто молятся и знают, что такое молитва Амеда, обратите внимание на 17-е благословение. И там сказано, на еврейском языке так сказано, «Ве ишей Исраэль утфилатам» и «Подношение Израиля и их молитвы». «Прими с любовью». Ну, их молитвы, понятно, это вместо быков, слова наши вместо быков. А что такое «ишей Исраэль» – «Подношение Израиля»? И все комментаторы однозначно утверждают, что это как раз тот самый верхний жертвенник, на котором Михаэль приносит души праведника. И каждый молящийся, каждый читающий Амеду, он в эту секунду должен представить себя или быть готовым к тому, чтобы его душа была вознесена на жертвенника. То есть он должен быть готов к самопожертвованию. И вот теперь, возвращаясь к жертвоприношениям животных, я хочу вам напомнить об одной очень интересной книге. Был такой великий мудрец, живший в Кракове, Моше Исерлис. Он жил в то же время, что Йосеф Каро, то есть мы говорим о XVII веке, и он параллельно с ним писал то, что мы называем «Шулхана Рух», а потом у него получилась скатерть на «Шулхана Рух». Так вот, у него есть замечательная книга, у этого Моше Исерлиса называется «Тора Тола», то есть учение о всесожжении. То есть он в этой книге рассказывает о жертвоприношениях, о смысле, о том, как они проводились. И там он однозначно утверждает, что когда человек возносит жертву, то есть приносит жертву животное, он должен в этом животном видеть себя. То есть вот себя, не животное, а вот себя. Каким образом? Смотрите, как мы прочитали и самый первый стих. Здесь же сказано, когда Адам, Адам, первый человек, приносит жертву никем из вас, Адам из вас, действительно, по существу, жертвы должны приноситься из нас. Почему же животные? И животные, и человек были сотворены в шестой день творения. Из праха, из земного праха была создана вот эта плоть. Сначала животные, потом человек. И у животных, и у нас есть плоть. Вот начало нашего эгоизма. И Всевышний почему-то позволил нашу плоть заменять на плоть животных. Почему? И почему в какой-то момент он взял и убрал это. И сказал, все, больше нельзя, не надо больше. Видимо, вот в тот период, о котором мы говорим, о периоде существования храма, отношения человека и животного были не такие, как сейчас. Но ведь мы же знаем, что до потопа человек не имел права есть мясо. А разрешение есть мясо возникло только после потопа. А до потопа нет. Значит, почему? Потому что, видимо, плоть человека и плоть животного, они были очень близки не по химической формуле, а по отношениям. Что человек относился к животному не так, как потом. Вот это вот отстранение происходит только после потопа. А до потопа, видимо, человек воспринимает весь мир целостно. Вот мир – это я, я – это мир. И тоже животное – это часть меня. Но это вот такой тип, знаете, детского восприятия. Когда у ребенка есть любимая кошка, любимая собака или любимый хомяк, то это, ну, это больше, чем родственник. Это вот часть его. И не дай бог, чтобы с этим животным что-то случилось. И тогда для ребенка это катастрофа. Вот, видимо, вот это вот допотопное восприятие каким-то образом сохранилось у человека и после потопа, на какое-то время. А потом, видимо, ушло. И вот когда оно ушло, и когда животное стало чем-то другим, чем-то немной, тогда, видимо, жертвоприношения превратились просто в забой, такой же мясокомбинат, и лишились всякого духовного содержания. И, наверное, думается так, что если мы вернем этот храм, будет построен третий храм, то и мировоззрение человека каким-то образом изменится. Мы изменим наше восприятие мира и, видимо, будем воспринимать мир как единое целое. И тогда, только тогда, жертвоприношение и мое искупление перед тем, как я принесу это животное в жертву, имеет смысл. То есть, меня, я себя сам возношу на костер. Тогда в этом имеет смысл. Причем очень важно понять, что, это все пишут, и Рамбам в этом пишет, что грехи, совершенные умышленно, сознательно, они не искупаются при помощи жертв. Нет. При помощи жертв искупаются только грехи, совершенные по ошибке. То есть, я ошибся. Во-первых, были грехи, которые приносились за весь народ. Постоянные грехи, два раза... Постоянные... Постоянная жертва за грехи народа. Причем за грехи, совершенные случайно. И когда вдруг я узнаю, что я совершил грех, я исповедуюсь в этом, и беру на себя обязательство больше такого не делать. И тогда вот эта жертва, она и может исправить то, что... То ущербность, которая была нанесена грехом. Но грехи, совершенные сознательно, жертвоприношением не искупаются, а только покаянием. Только тем, что мы называем тшува, молитва. Только молитвой, только словами, только внутренним переживанием можно, видимо, исправить те грехи, которые были сознательно совершены. Ну, если это, конечно, не дай бог, не смертные грехи, за которые вообще нужно принять смертные на себя. Поэтому жертвоприношение... Инструмент, конечно, хороший. И без него никак не обойтись. Но он очень, видимо, ограниченный. Потому что, да, действительно, в храме главное было жертвоприношение. Но еще было, конечно же, важно божественное присутствие. Оно было там всегда. Тут мы не уверены. Мы, конечно, надеемся, что когда мы молимся, когда у нас есть миньян, то есть божественное присутствие. Там у стены плача, говорят, оно всегда присутствует. А когда был храм, конечно же, связь была более мощной, более однозначной. Поэтому, смотрите, если вернуться к первому стиху, к первым нескольким стихам, о которых я говорил в начале, то вопрос, почему Муше обращается ко всему народу. Потому что на самом-то деле суть жертвоприношения – это я сам себя приношу в жертву. Я должен воспринимать мир как единое целое, и все, что будет в дальнейшем, воспринимать как происходящее со мной. То, что технически это будут делать потом священники, действительно, Муше будет обращаться к священникам, и технически они это будут делать. Но человек, приносящий жертву, присутствует при этом, возлагает руки на голову жертвы, исповедуется перед Всевышним. Поэтому, действительно, он и он должен понимать, что он из себя приносит жертву. Не только денежные затраты, а смыслово. Это первое, поэтому обращение ко всему народу. Почему сказано не Иш человек, а Адам? Потому что сказано так, что не дай Бог тебе придет в голову принести в жертву то, что не принадлежит тебе. Известно, что первый человек Адам приносил жертву Богу, и он приносил все, что было, все животные, которые были тогда, принадлежали только ему. И Раши говорит, что все, что он приносил в жертву, было его. И поэтому это намек человеку, что он должен приносить в жертвы только то, что принадлежит ему. Вот это поэтому слово Адам, имя Адам возникает. Никем, никем из вас понятно. Несмотря на то, что это овца, это я. Это я. Я. Я там должен был находиться. Ну и, конечно же, момент исповедальный, исповедь. То есть я действительно должен осознать то, что я сделал, понять, что я сделал это случайно, что это было неумышленно, и присутствовать при этом, дабы понимать, что это происходит со мной. Тогда вот эта вот первая часть, она мне понятна. Она мне понятна, и оно не может заменить, быть заменено словами. Словами замечательно, все хорошо. И даже изучение Тары иногда воспринимается, как вот служение Богу в смысле принесения жертв. Но все-таки человек материален, и переживания, материальные переживания для него очень важны. И поэтому я-то думаю, что когда храм Третий даст Бог возникнет, там будут жертвоприношения. Но при одном условии, когда наше отношение к миру изменится. И мы почувствуем единство со всем миром. Вот такой сегодня суматошный урок. Но я хочу вам сказать, что тема очень важная на самом деле. И всякий поступок человеческий, если его воспринимать как деяние, то есть там участвует Всевышний, частично это жертвоприношение, конечно. Если при участии Всевышнего. Вот здесь есть какой-то вопрос. Да, они пьют вино, которое напоминает кровь, едят мацу, которое напоминает тело. Но это все касается, ну да, естественно, это касается Иисуса. Понятно, потому что Иисус – это тот самый Божий Сын для христиан, который их избавил. Но я хотел сказать не об этом, я хотел сказать о том, что вот это вот жертвоприношения символические. Они ведь не действительно едят некую плоть и не действительно пьют кровь. Тогда это было бы реально. Они некую замену этому дают, да? То есть вот что-то такое из муки и что-то такое из вина, как замена. Сколько это напоминает ассоциативно то, что было во время Тайной вечери, там плоть моя, кровь моя. Все это люди знают, которые это делают. Так что, перенося этот пример, допустим, на наш жертвенник, раньше приносились реальные животные, а теперь, может быть, заменить их чем-то символическим, например, изучением этого. То, что я говорю об этом, может быть, достаточно? Или нужно конкретно это делать? Вот в чем вопрос стоит. Понимаете? Да, действительно, всем здоровья и счастья. Это все важно. Всем здоровья и благополучное. Всем привет из Украины, из Германии. Замечательно. Ну, нет четкости. Вот нет четкости. Что-то с интернетом совершенно непотребное существует. В христианском мире сейчас жертвоприношения есть. Ну, я вот говорил у армян, да, в Армении. Да. Например, когда человек чудом остается живым, после авиакатастрофы, когда тяжелые болезни, режут барашка, варят, да, и раздают всем. И урод, горстку соли. Ну, вот, видите, вот есть конкретные ритуалы, которые есть в Армянской Афскефальной Церкви. Да, они есть, и даже в неких фильмах, вот, Параджанова, фильмов Параджанова, фильм Параджанова это было, как-то я помню. Да, есть, есть жертвоприношения, есть. Христианские есть. Ну, вот, вы пишете, да, что жалко барашка, нереально тяжело. Да, ну, мы знаем, что сегодня существуют веганы, вегетарианцы, которые отказываются от мяса, ну, может быть, это наше светлое будущее, это потопное. Но человеку заповедано есть мясо, и, я так думаю, если бы мы с вами оказались на мясокомбинате, то нам бы мало не показалось. Впечатления, конечно, еще те. Немцы говорят, что вот забой скота, допустим, при помощи электричества более гуманно, чем шхита. Ну, эстетически, внешне, да, более гуманно. Шхита более гуманна, если говорить уже... Вы же знаете, что шхита, если животное испытывает боль при забое, боль, страх, стресс, то кровь тут же сворачивается, и она становится некошерным. Поэтому шхита может быть внешне не очень эстетическое зрелище и много крови, но животное не должно испытывать боли точно. Если делает профессионал, оно не испытывает боли. Оно умирает безболезненно. Существует ли у животного страх смерти? Ну, я не знаю. Я думаю, что нет, что не существует. Что страх смерти в основном существует у человека, и когда мы смотрим на животное и понимаем, что с ним должно произойти, мы неким образом экстраполируем свои переживания на него, и поэтому мы переживаем за животного. Да, животное испытывает боль. Боль испытывает, конечно, физическую боль испытывает. Поэтому шхита делает все, чтобы не было боли. Не было боли. Но страха смерти, видимо, у животного нет. Это символическое. Еще многие жертвоприношения совсем не символические. Ну да, в храме были не символические жертвоприношения. И вот мы как раз дискутируем о том, что будет в третьем храме. Будут ли они символические на уровне слов и неких символических жестов или реальные. Понимаете? Реальные могут быть, как я считаю, только в том случае, если у человека поменяется восприятие мира. Если он ощутит себя частью всего мира, как допотопные люди, тогда есть смысл в этом. В противном случае нет. Здесь опять-таки всякий раз эмоциональные переживания человеческие, у которого воображение богатое, конечно же, если мы себе представим, как это животное погибло, то мы его перестанем есть. Я думаю, что если бы мы попали на всякие производственные дела, там производство пива и других колбасных изделий, мы многое перестали бы есть и пить. Поэтому лучше покупать это все в магазине и не думать об этом, иначе действительно мы должны будем сейчас мгновенно перестать все есть и пить, стать вегетарианцами. Ну, в лучшем случае есть растения. Растения нормальные. А растения испытывают страх смерти? Да, растения. Распытывает ли растения страх смерти? Ну, говорят, что растения тоже каким-то образом реагируют на все происходящее. Да, не могу вам сказать. Я думаю, что нет. Но, может быть, и да. Может быть, и да. Может быть, у растений есть какие-то рецепторы, которые действительно каким-то образом говорят им о том, что им что-то угрожает. Я не знаю. Не могу вам сказать. Ну, вот, сегодня был такой суматошный урок, но тема была обозначена. И я так думаю, что каждый из вас может это осмыслить, по крайней мере, для себя и ответить себе на вопрос, будут ли в третьем храме реальные жертвоприношения или нет. Я вам желаю всего хорошего, удачи, шаббат, шалом, ну и размышляйте, думайте. Пока.